всем ребят сегодня как я и обещал мы снимем с вами вторую часть обзора стекол на ридми 4 4 про не также выпускается но для 4 а можно сказать тоже сегодня мы рассмотрим стекло которое рекламируется раньше по крайней мере рекламировалась на алиэкспрессе фирма довольно таки новая называется непривычная для нашего языка взрос могли бы конечно название получше придумать таких коробках выпускается с вот такой вот типа голограммой здесь тоже наклеена как будто пленочка коробка сделано неплохо довольно таки красиво стекло мы с вами вчера это открыли видели как она выглядит в комплекте такой мешочек здесь были влажные салфетки дастеры которые я не использовал для грязи тут нарисовано там что как лечь выпускается на для про для не про для 4 а вот как вы видите после четверки если идут такие символы это означает стандарт ридми 4 2 на 16 для про три других иероглифа и это означает черный цвет бойцы принципе вот так вот эти буковки могут быть на одинаковых разные не знаю это судя по всему дата выпуска 30 ноября это номер модели но на одинаковых моделях иногда эти номера разные здесь ничего интересного нету клеить на экран стекло это довольно таки легко потому что вы центрируете по кнопкам стекло идет с кнопками и здесь по дырке по всем раз два три четырем тут отверстие по трем отверстием и по 4 дырочки просто складывать им здесь тоже нету дырки 2 по сути дырки и тут просто попасть надо будет в черном выемке в черном цвете светодиод датчик света динамик разговорный и камера фронтальная камера после наклейки как вы видите стекло ложится идеально она клеится только лишь черными частями центральная часть не приклеивается вот так вот выглядит наклеенная абсолютно нету не воздушных прослоек ничего их вас на таком стекле полноразмерном быть не должно телефон с этим стеклом приобрел некоторую более то ли желтоватую такую какую-то зеркальность если сравнить видите со стандартной пленкой вот так тяжело сравнивать сейчас такую немножко желтизму не желтизму но само стекло стало только более зеркальным это факт вот так вот выглядит зашло оно сюда очень и очень неплохо везде сенсор работает без проблем то есть отзывчивость ничего не изменилось в худшую сторону это точно здесь тоже смотрите как все четко по отзывам некоторых покупателей лично я знаю некоторых из них посередине образовался бензиновый эффект так называемый то есть здесь оставались разводы но это скорее всего как я и говорил связано с тем что экран не был протерт насухо тряпочкой был неправильно приклеен в результате посередине как раз осталось мокрота влажность поэтому вы проклеили его по периметру не плотно и осталось середине вода которая деваться некуда всегда клеить и мокром помещение такие стекла лучше не клеить в сухом где поменьше пыли и сразу же выгоняйте воздух с одной стороны потом приклеить и все остальные как то так например сяк суть в том что сегодня на улице там минус 10 минус 12 выходил я с этим телефоном и лежала на балконе и на окне открытом заносил в тепло ничего абсолютно не произошло не после перепада температур не после чего никакого не бензинового эффекта ничего не появилось стекло лежит как родное ничего с ним не произошло в принципе все идеально вот при вот такого поигрывания на свету практически как на любом таком стекле видны вот эти пиксельная сетка такая маленькая это все стекла видны когда вы включаете экран это уже практически не видно олеофобное покрытие здесь можно сказать что есть такое средненькое принципе один раз протер практически все исчезает стекло немножко поигрывает видите на отпечатках своих денег доллара 456 не больше она стоит можно его смело покупать если что будьте осторожны вот это дырочка отличает про от них про версии prime светодиод у вас будет с правой стороны но чуть-чуть она там по размеру якобы отличается чехлы с бортиками подойдут под него без проблем засовываем бизнес чехол драконовский который без дракона но разница нет драконом он или без все четко ложится как раз он заходит туда куда надо тут остается один полтора миллиметра между всеми дырочками по всему периметру такой где-то зазор только лишь если вы будете использовать какие-нибудь металлические чехлы например миррор как мы с вами использовали либо какой-то еще когда есть вероятность того что чехлы налазят аж сюда на рамки и скорее всего чехол вас лопнет как мне сегодня звонил один человек и сказал что у него лопнуло стекло вот в такой чехол он такого типа в алюминиевый загрузил свой телефон у него была версия про закрыл его и спустя несколько часов обнаружил что она у него полопалась но у него было стекло мафе которое мы с вами еще не клеили здесь увидите я могу утверждать с большой долей вероятностью что это стекло не лопнет потому что все равно тут зазоры по одному полтора миллиметра есть возможно было криво наклеена но будем с вами клеить стекло мафе обязательно проверим еще и этот фактор принципе с этим чехлом носить стекло псос можно потому что здесь все в порядке будет так мы все переходим к следующей части стекло вы увидели рекомендовать его могу принципе свою миссию она выполняет хорошо и телефон выглядит приятно если вы надумали защитить экран который сейчас стоит долларов 70 80 на версию prime все больше и найти его практически невозможно то лучше все таки пока походить со стеклом так вот будет выглядеть он ребят по поводу того там в комментариях пишут некоторые зачем мы разбивали с вами стекло стекло разбивается для того чтобы понять действительно ли она стоит хоть копейки выкинутых на него денег потраченных некоторые люди пишут что нужно бросать телефон так так до тех пор пока не разобьется если бросать так телефон поймите что нагрузка будет идти на корпус и так далее корпус здесь очень хрупкий он металлический он побьется однозначно это бессмысленно мы с вами тестируем здесь только лишь стекло у меня не стоит задача разбить телефон или еще что-то сделать мы тестируем стекло и удар молотком именно оказывает наибольшее давление на квадратный там сантиметр миллиметр микрон и так далее на это стекло которое указано что любое она сейчас 9h прочностью по шкале удара прочности поэтому удар молотком является самым таким наглядным примером если не пробьем мы само стекло телефона молотком то ничем он не пробьется во сколько бы он не падал стекло никогда не повредится если удар будет именно на стекло поэтому особо можете не переживать бросать его смысла нету так как мы с вами тестируем стекла они ударопрочность самого телефона телефон не является не влага не были защищенным не противоударную самый обычный телефон с металлическим корпусом который при малейшем падении на корпус сзади пойдут по нему трещины вмятины будут а стекло разобьется если защитная не наклеена поэтому вот так ребят будьте готовы к тому что телефон может разбиться что я могу сказать стекло от зоза оказалось намного 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 прочнее чем ожидалось даже не хочу пытаться больше его бить потому что хотелось бы чтоб телефон все-таки дожил если он доживет до испытания всех полностью стекол смотрите после таких серьезных ударов молотком и подпрыгивание его дешевое стекло рассыпалось бы уже моментально здесь даже не осталось никакой не зазубрины ничего да бесспорно бесспорно вот здесь вот что-то осталось у нас нет вытерлась бесспорно стекло довольно таки неплохое я уверен даже если мы с вами его пустим с какой-нибудь второго этажа то она останется целым ты смотри я удивлен не скрою абсолютно ничего нету тут маленькая царапинка появилась скол как будто вот он до от молотка все ребят следующие части завтра будем клеить с вами какой на клеем начнем с прозрачного стекла мафи мафи антиблю-рей 9h 99 процентов прозрачности да это стекло достойно похвалы посмотрим как будут вести себя следующие вот пару зазубрин от молотка осталось все до встречи завтра встретимся